Привет, друзья! Сегодня очередная вариация с соусом терияки. Будем делать острые куриные крылышки. Все очень просто, очень вкусно и достаточно быстро. Поехали! Первым делом крылья нужно немного подготовить, разделать их на сегменты. Я оставляю два наиболее крупных, а вот этот вот верхний не очень красивый палец просто выкидываю. Помещаем крылья в какую-нибудь глубокую миску, добавляем соль, черный молотый перец, немного молотого перца чили, раздавленные в прессе зубчики чеснока, имбирь очищаем и нарезаем так мелко, как это возможно. Если резать лень, можете использовать терку или блендер. Нарезанный имбирь отправляем туда же, к крыльям. Добавляем немного кунжутного масла и немного сока лайма или лимона. И все это хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник, чтобы крылья немного промариновались, минимум минут 30. Если получится, оставьте на пару часов, так крылья получатся еще вкуснее. Лучше всего крылья запекать на какой-нибудь решетке, так они быстрее проготовятся со всех сторон. Решетку я устанавливаю в противень, предварительно застелив его фольгой, чтобы потом не мучиться с отмыванием. Замаринованные крылья выкладываем на решетку, равномерно распределяя, оставляя немного расстояния между ними. И смазываем соусом терияки. Чтобы крылышки получились еще ароматнее, я буду использовать палочки лемонграсса. Для этого снимаю с каждой самый верхний слой и хорошо раздавливаю каким-нибудь тяжелым предметом. Пестиком для ступки, скалкой, в общем, что найдете. Это необходимо, чтобы лемонграсс начал быстрее отдавать свой аромат. И такие раздавленные палочки лемонграсса раскладываем между крыльями. Накрываем противень фольгой и отправляем в духовку, предварительно разогретую, до 190-200 градусов. Под фольгой крылья будут запекаться минут 30, затем ее снимаем и продолжаем запекать уже без нее до аппетитного подрумянивания крылышек. Каждые 10 минут щедро смазываем соусом терияки, где-то во время второго смазывания, ну где-то минут за 20 до конца, присыпаем крылья кунжутом и запекаем уже вместе с ним. В результате крылья должны стать такими карамельными, глянцевыми, золотистыми, очень аппетитными. Но следите внимательно, чтобы они не сгорели. Готовые крылья уже на тарелке посыпаем листиками кинзы и по желанию дополняем свежим перчиком чили для еще большей остроты. Подавать такие куриные крылья нужно сразу, незамедлительно, можно самостоятельно в качестве закуски, а можно с каким-нибудь гарниром. И тут уж подключайте фантазию. Я, например, люблю с каким-нибудь легким гарниром, овощами, зеленым салатом, но вы можете выбрать то, что больше нравится именно вам. Подробный рецепт, как всегда, в блоге, ссылка под видео, там же список ингредиентов. Не забывайте щелкать свои крылья, щелкать не в смысле есть, а в смысле снимать, снимать в смысле фотографировать, выкладывайте в инстаграм, ставьте хэштег Кукинфан, отмечайте меня на фото. С вами был Саша, Кукинтайм, пока-пока. Привет, друзья! Сегодня очередная тирея... тиреяция... Вариация с соусом тиреяки. Или тиреяция с соусом варияки. Поехали.